Господа, мое обочтение, 30 лет, а ума все нет. Как говорится, вчера день рождения было, вчера не было ролика, но те, кто знают нас чуть больше, подписаны на все группы ВКонтакте, знают меня, знают, все знают, знают, что вчера был день рождения, да. Я не отмечал, но брал выходной, брал перерыв, перерыв. Вы же уже понимаете, да, что если советовать мне не надевать маску, то я надену маску, я же ее надену, понимаете. Костюм я отобрал у какого-то стриптизера или у своей жены, решайте сами. Значит, петухи предлагают мне надеть харчовую маску, значит, он на нее плюнул, падла. Перед этим они еще собаку, соответственно, пинули. Я-то помню, я все помню, Жульку, сме... Это будет месть. Я, мне наплевать на то, через что прошли эти трое... Эти трое... Олигофренов, понимаешь, мне насрать. Я знаю, что у них наверняка было плохое детство. Их наверняка родители дома тоже шпуняют. Они пытаются отыграться на нас. Я знаю таких людей. Я вырос, понимаешь? Я знаю таких ребят. Эти ребята пытаются компенсировать свою внутреннюю боль, да? Одиночество, боль, страдания, через которые они прошли. Возможно, сирота, да, кто-то из них. Возможно, ни у кого из них нормального детства-то и не было. И они выросли в таких условиях, агрессивных. И они эту агрессию транслируют. Вас вообще не напрягает, что я сижу в маске? А? В капюшоне. Скажи мне. Я никогда не думал, что к 30 годам я дойду до этого. Честно. Я всегда смотрел на этих стримеров, которые сидят в подобных вот историях, и думаю, ну нахрена ты это делаешь? Но сейчас есть причина. Я считаю, что эту серию можно записать и так. Потому что, Антоха, маску не надевает. Я, я что, вообще похож на какую? То есть, вы мне советуете, не надевай маску, пожалуйста, не надевай. Вы реально считали, что я надену маску с харчой? Антон мужик. Даже если он об этом не знает. Мы из него сделаем настоящего мужчину-убийцу. Он еще пойдет по пути. Он пойдет по пусти мести. А факт. По пути мести пойдет наш парень. За жульку. Вообще, мне насрать на все остальное. Избили, побили. Там сказали, что, мол, ты такой-сякой меня ударил в школе, опозорил. Пофиг. За собаку? За собаку. Я помню, я разок вступился за собаку. Таких пиздов отгреб. Мне, по-моему, настучали по этому, по солнечному сплетению и по прессу. Да, было дело. С кавказцами не поделили. Я проиграл тогда. Я проиграл тогда, но за собаку вступился. И сейчас. Надеть. Какой надеть? Ты с ума сошел? Послать. Антоха, я знаю, что тебе, скорее всего, дадут пизды. Но ты можешь. Я считаю, что он может. Почему-то Ромкино недовольство Семену меня, Семеном меня расхрабрило. Ромкино недовольство Семеном. Рома сказал, что, типа, если я не надену, то Семен наденет эту маску. И, типа, сам станцует джагу для нас всех. Танцуй, сука. Что-то у них было не так в банде. Старое разногласие. Мне бы расковырять эту рану. Я найду. Я докопаю. Красава. Вы, кстати, оценили превьюшку, которую мы сделали, а? Надо вот такое же лицо. Собственный голос ровный и твердый удивил меня. Наш мальчик повзрослел. Я сделал шаг вперед и тихо, спокойно, отчеканил. Иди нахуй. Да. Мир словно поставили на паузу, а через секунду разморозили. Есть ощущение, что нашему Антону капец. Зрачки Семена расширились. Он, он просто... Ты посмотри на него. Это удивление. Его никогда так никто... Ты глянь. Маска выпала из мясистых рук. Роман все видит. Роман все смотрит. Сожрал? Он некоторое время утупленно переваривал услышанное, будто тужился решить в уме сложное уравнение. И, судя по пульсирующей на лбу Веня, ответ приводил его в бешенство. Остальные молти наблюдали за нами, предвкушая скорую расправу. А можно раз на раз с ним? Хотя, наверное, я не смогу, да? Я заметил, как вытягивается от ужаса лицо Полины. А, я уже забыл про тебя. Господи. Вот уж о чем я точно пожалел, так это о том, что я ее до дома пошел провожать. Может быть, не было бы Полины, не было бы этих ущипенцев. Можно вообще как-то все это дело, мне кажется, переиграть. И будет, ну, наверное, просто будет по-другому. Я видел комментарии, что, типа, я не буду смотреть историю с Полиной. Не смотрите. Братан, не смотри. Не смотри. Не угрожай мне, что ты не будешь смотреть. Ты смотришь в лицо зайцу. Мне все равно. Я ведь знаю, что ты уже смотрел. Ребята, я ведь знаю, что вы уже в курсе всех событий. Типа, я же понимаю, что вы смотрели у многих блогеров это. Я-то не знаю, что сейчас будет. Но я думаю, что я отвечу ему. Хоть как-то. Ты... Ты... Ну, давай. Ты троп. Уже коршуны летают над моим... Эти анимации, ты посмотри. Джон Траволта. Семен налетел коршуном. Вцепился мне в лицо с крюченными пальцами, обгрызенными наптями. Ай. Я пнул куда-то в слой жира под дубленкой. Ты пнул? Я отвечаю... Да, всыпь ему. А ты это кому? Мне или ему? Она как-то странно реагирует на... На побои, на какие-то вот эти истории. С собакой вообще все... Мне все понятно. И мир лишился четкости. Расплылись контуры черных деревьев, затуманились лица одноклассников. Мои очки! Мои очки, да, у меня очки слетели, я ничего не вижу. Что? Ничего не видишь без очков, мудила? Он воздел к небу руки с моими очками. Так что я не мог до них дотянуться. Ну типа, я понял, он типа... О, снова без очков. Сейчас же вверх... Вверх... Удар. Да. Еще так хорошо прописан удар, четко. Ну как бы мне это не нравилось, но я прям... Ну, это четко прописанный джеб. Меня прервал свинцовый кулак с заостренной печаткой, который с хрустом врезался мне в бровь, опрокинув на промерзшую землю. Шрамы мужчины только красят. А вот этот вот беззубый, да, челик, которому я для симметрии этой нижней тоже выбью. Рано или поздно, пацаны. Рано или поздно. Мне даже насрать, что его... То есть, ну типа, мальчик... Мальчика булит, мальчика тут пытаются избить. Но собака, собака и месть за жульку меня будет до конца этой игры просто сопровождать. Хоровод смазанных лиц, давящихся отвратительным смехом, развился надо мной. Доводил до тошноты. И только я успел опомниться, как расплывающаяся фигура стала стремительно приближаться. О, он идет за мной, да? Но вместо очередного удара протянула мне руку. Полина? В надежде, что это Полина, я ухватился за нее, как за соломинку, и тут же понял, как я ошибся. Почувствовав укол сорванных сухих мозолей на ладошке. Рома, да? Это был Ромка, да. Он помог мне встать на ноги. По всей видимости, парень нас зауважал, что мы хоть как-то пытаемся дать ему отпор. Правда, ничего не видишь? Да? Голос звучал сочувственно, что смутило меня. Нет, он, может быть, к нам проявил какое-то милосердие. То есть, ну, как пацан, как фраер, может быть, он проявил, потому что я даю отпор, я не бегу, я как-то... Ну, может быть, он зауважает нас? Я прищурился, ища в тумане Полину. Она собирала мои вещи в рюкзак, распихивая тетрадки. А, слышишь, хорошо? Да, неплохо. А? Он склонился ко мне вплотную и спросил уже без напускного дружелюбия. Слышишь ты, хорошо, Антошка? Нормально. Да. Я задача наморгну. Ну, так слушай внимательно. Есть ощущение, что он отрыхнул мою куртку. О, нормально. Братан, мы с тобой... Ну, давайте как-то смягчим, да, обстановку. Меня избивают уже вторую серию, если не третью. А потом ударил в скулу со всего размаха. Ёп твою мать. Челюсть моя щелкнула. Попадись между зубов язык, я бы и не только видел плохо, но и изъяснялся бы хуже Бяши. Меня занесло. В мир очередной раз крутанулся юлой. Но Ромка поддержал за локость. А, он типа назад меня так. Не давая упасть. Походу для второго удара. Где-то далеко вскрикнула Полина. Антон! Бяша скрёб её в охапку. Сгрёб её в охапку, не давая подбежать ко мне. Прямо кино. Кино, а не иначе. Это тебе аванс. Аванс? Спасибо. Я уже потратил свой. Можно я пойду? Мне не нужна зарплата. Я ещё раз увижу тебя с Полинкой. Хотя бы в метре от неё пеняй на себя. А что, у вас отношения? Так сказал бы сразу. Что, это твоя женщина? Это моя грядка, я её палю. Я не знаю. Что ты хочешь от меня? Ты понял, а? А? Понял, понял. Отвали. Да. Чисто, чтобы закрепить. И ещё удар. Блядь, я так и знал. Кулак прилетел в мой висок. Жёстко. Слушай, я не могу сказать, что я такое испытывал, но была история. Казалось, я падаю в небо цвета разложившегося мяса. Я схватился за корни, чтобы не кувыркнуться вверх. Сознание вздумным, сдутым шариком болталось на поверхности пучиной. Пучиной и тонуло, скользило ко дну. Я попытался пристать. Лежи, дурак, блядь. Отпусти! Да убери же ты, Рудем! О боже. Размытая фигура Полина отмахивалась на две другие, взяв её под руки, а две другие уводили её, короче, прочь. Мы тебя проводим, не бойся. Не бойся. Мало ли, какие психи, поле сушастые. Атоши, пускай отдохнёт. Полина! Полина! Ты дурак, что ли? Ты куда-то ещё лезешь. Ботинокромкий прилетел мне прямо в лоб. Твою мать. Это избиение просто. Я не знаю, слушай, если они били со всего размаху, я мог и погибнуть. Я не думаю, что 12-летний парень от четырёх ударов, плюс ещё нога, это, ну, типа, можно же умереть. Рука подломилась, затылок стукнулся о лёд. Зрачки безвольно закатились. Тьма выпрыгнула, замерла. И слопала меня. У меня ощущение, полученное достижение, не фартануло. Не фартануло? Не фартануло это когда, я не знаю. Я вчера торт, короче, порезал. Тёщин торт отрезал себе кусок. Прислал видео в телеграм вам этого тортика. Если не подписаны на телегу, заходите, там есть инсайды. И, короче, я только кладу торт назад, у меня падает из холодильника, то есть я задвигаю коробку с тортом, у меня из холодильника падает баночка хреновухи. Просто, просто в сопли. Она просто в крошку падает, разбивается. Хреновуха смешанная со стёклами. А я только подумал, что, типа, надо бы завтра её, может быть, чем-то там съесть или послезавтра. В общем, всё разбомбило. Пока я собирал хреновуху, я захотел есть. И решил, что вместе с тортиком я хочу ещё и бургер себе слепить. Я всё сделал, взял две тарелки и решил, что мне нужно... Как это называется? И решил, что мне нужно выключить свет. И я начал вот так вот тарелкой... Ну, вы делали так, тарелкой выключатель тыкать, чтобы выключился он. И, короче, раз, и торт, короче, и торт падает на пол. С днём рождения. Сука. Вот я так же, да. Тортик. О, меня притащили домой. Я пошевелился, потёрся носом анаволочку. С трудом разлепил веки. А кто меня притаранил домой, типа? Меня нашли или я сам пришёл? Рисунки на стенах, книги, стопка комиксов. А, подожди, это сон, что ли, всё был? Дерьмо! Я потрогал челюсть, опасаясь, что она ответит вспышкой боли. Пальцы переползли к виску, ни шишки, ни боли. Это сон! Я сел в кровати, удивлённо моргая, поправил очки. Изучил свои руки, чистые, без грязи под ногтями. Рюкзак прикорнул у стола. Я вообще, что ли, в школе не был? Это не первый день был? С какого момента мне это всё снится? Отголоски беседы раздавались за дверью. Я дома, в своей спальне. Сам добрёл, а очки? Их мне Семён вернул? Может, Полина? Или неизвестный доброжелатель? Я бы... В смысле, после такого избиения у тебя голова должна быть просто как... Решил выяснить это позже, я выглянул в окошенько. У леса было множество тайн, но он не спешил ими делиться. Часы на прикроватной тумбочке показывали 10 утра. Так вот он первый день в школе. Солнце светило над полем, но не согревало его. Мне 12. Мне 12. Мне насрать на солнце, которое светит перед... Над полем, но не согревает... Мне нас... Это... У меня есть... Я пол... У меня есть полное ощущение, что этот взрослый Антон, который проходит терапию у какого-то мозгоправа и рассказывает эту историю. У меня есть... Проверяйте. Я не знаю, как это работает. Возможно, там, когда допишут сценарий, мне кажется, что это взрослый человек, который рассказывает свою историю терапевту. Возможно, врачу. Возможно, он же пьет таблетки. У меня есть ощущение, что это все не в настоящем времени проходит, а это повествование прошлого. Это история, которую пережил маленький мальчик, а рассказывает ее взрослый дяденька. Я уже... Ну, это не сказка на ночь своему ребенку. Нет, я отвергаю эту теорию. Слишком ужасная сказка для... Это терапия. Мне кажется, он проходит терапию и рассказывает вот эти главы своему лечащему врачу, психотерапевту. Потому что, типа, психотерапевт, как и любой другой врач, говорит, все проблемы из детства тянутся, и он начинает рассказывать про детство. Мне кажется, мои серьезные вот эти вот умозаключения умозаключения вот в этой масоньке, мне кажется, они не сильно могут восприниматься. Но он не может в 12 лет запариваться по поводу солнца и так выражаться, понимаешь? Очень хорошо прописанные персонажи Ромка, Семен и Бяша, которые реально фрейра, которые разговаривают на понятном, тамошнем языке, да, вот эта вот блатота и простота их речи, она действительно прописана. А Ромины, получаются какие-то эти, они, ну, умозаключения, они как будто бы от взрослого человека идут. Это мое чисто мнение, если вы с ним не согласны, можете опять насрать мне в комментариях какими-нибудь этими спойлерами. Спасибо вам за это, огромное спасибо за спойлеры. Я низкий поклон, низ, нижайший. Я их не читаю. Закряхтело старыми костями чищеба. Это слишком круто. Открыть. Что еще можно сделать? Глазика нету. Я не могу ни на что нажать, получается, лампа, портрет Фредди Меркури, я не знаю, нельзя ничего сделать, варежки. Ладно, открыть. Пошли. В смысле смех? А что у нас произошло? Я вышел в коридор, и отзвуки беседы сделались громче. Смех! Как давно я не слышал, чтобы мама смеялась в тихом доме среди притаившихся теней. Это все сон, что ли? Я не понимаю, это вообще такой обыденный родной смех. Я прокрался по лестнице, словно боялся спугнуть момент. А я ему говорю, комиксы есть? Зайца твоему купить хочу. Какому зайцу? Ты мне? А он, ваш зайц комиксы читает. Как клево. Мне даже теперь жаль, что я не доиграл в прошлый раз. Ну да, говорю, заяц у меня цирковой. Боже, ты лучший. Каждую ночь я это слышу. Ладно, хватит. Мне уже сказали, что слишком шуток много по 18+. Да ты сомневалась. И так же я ей отвечаю. И так же отвечают мне. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Какая довольная семья. Давай я уберу, можно маму? Мама тоже уже улыбается. Посмотрите. С кайфом. Они все какие? Они все счастливые. И я, да, тоже. Восьмое число нарисовано. Написано восьмое. В смысле? Какой сейчас день? Когда я вошел на кухню, мама целовала отца в макушку. А он поглаживал ее по плечу. Оля сидела между родителями вооруженной вилкой. Накрытая крышкой крапчатая кастрюля источал ароматный запах. А вот и он. Привет, Соня. Весь в отца. Прямоугольник окна возвышался за ее спиной, отчего мама казалась нарисованной на белом холсте. Садись, садись. В ногах правды нет. Есть такое. А завтрак самое важное для здорового человека. И это тоже правда. Да. Крепкий завтрак – залог успеха. Я сел очаровательно улыбаясь. Оля подмигнула мне и одновременно мигнула лампа. Ой, глазки у нее какие классные. Оля очень милая на самом деле. Блин, клево, семейство. А вы что тут вдруг? Вы помирились, пока меня не было? Заспанный какой. Да пиздец, ты знаешь, что мне снилось, мать? Какой есть? Наш, родной. В детдом сдавать поздно. Мать, давай, не надо такие шутки, мать, я еще маленький. Показывая, что он шутит, папа хохотнул. Мама хлопнула его по плечу. Ой, я голодная, страшно. Оля. А мы думаем, просто так тут слюной капаем. Братик, ты так кушать будешь? В смысле, в костюме я останусь, да, можно? Вы вообще не против, что я в костюмчике пока посижу? Но как бы не просите о том, что я в нем буду снимать весь остаток зайчика. Нет, нет, нет. Как? Нет, не просите, перестаньте писать, чтобы я не снимал его. Перестаньте писать это. Что как? А, это я как. Я поймал себя на себе искрящийся от веселья взгляд родителей. Ну, нереально клево это, посмотри. Я так рад. Это все сон. Клево. Закончите, пожалуйста, вот на этом. Второй эпизод, или какой сейчас эпизод идет. Был у меня фотоаппарат, запечатлел бы, чтобы они всегда улыбались мне со снимка. Чтобы остановить этот прекрасный миг. Что происходит? Лампочка погасла и вспыхнула. Чуть слышно, задребезжало стекло в раме. Сними маску, сынок. Есть же неудобно. Ебать, какую маску, мать! Давай не надо! Нет, 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 я что, в маске зайца? Глуповатая улыбка прилипла к губам. Мама дорогая, это что-то вообще криповое. Сейчас начнется. Бать, 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 скажи, что у меня все... Папа сказал, показывая крепкие белые зубы, похожие на клавиши пианино. Снимай, снимай, заяц. Я провел рукой по щекам, засмеялся. Вы о чем? Вы что, суки? Уже вся семья смеялась, тыча в меня пальцем и хлопая ладонями по коленам и клеенка. Папа сказал, утирая костяшками, увлажняя увлажненные глаза. Ух, насмешил ты нас. Ну, молодец. А теперь маску сними, будь добр. Какую маску, бать? Ты тупой, что ли? У меня нет ничего. Я опять потрогал свое лицо. Ощутил, как не имеет кожа. Но на мне нет маски. Ребята. Мама поерзала на стуле, прищуривалась, склонив голову. Ты посмотри на себя, мать! Холст. Окна теперь был серым и все быстрее чернел. А, ну, наверное, меня вырубило настолько в лесу, что я начал видеть вот это. Это сон. Ну, или типа галлюцинация. Пока не снимешь, не начни. Глаза, видел у нее? Глаза у нее, этот, вокруг, вокруг этой орбе, ну, как вокруг мозга пролетели. Но я не могу уже терпеть. Оля, ну ты-то нормальная, скажи, что все хорошо. Сними маску, не валяй, дурака. Голос был ласковый, но твердый. Мам! Тоже меня пугает! Заскрипела ножка стула по половицам. Оля пододвинулась от меня. Оля! Она больше не улыбалась. Никто больше не улыбался, разве что щели облупившихся стен. Что ты наделал? Твоя сестра плачет. Бать. Бать, помоги мне, бать. Ты же, ты же хороший. Но... Оль. Оля хныкнула, опустив голову, испол... исподлобья боязливо посматривала на меня твою маму, ёп! Мама грохнула кулаком по столешнице. Я чуть не провалился на пол вместе со стулом. Я тоже. Сын называется. Блять, идите. Мы веселились, а тут ты пришел, испортил все. Мать. Ну, костюмчик-то нормальный, розовый. У меня полетели брызги слюны. Мама. Маманя. Да ты же вырастил у меня. Я повернулся к папе. У меня звонит телефон. Умоляю объяснить, что происходит. Бать. Блять, бать. Липкий сирок, тёп. Тёп, пап. Ну, хватит, бать. По подбородку отца и капал на рубашку. Глаза его смотрели на разные стороны. На чердаке грохнуло. Ебать! Зашурцало в коридоре. Мама, маманя. Водопроводные трубы забурщали. Думожил. В каждой комнате кто-то возился, ползал, дышал. Лампочка заморгала с частотой стробоскопа. Лица родителей то ныряли во тьму, то возникали вновь. За окнами прошла высокая тень. Я намеревался вскочить, броситься прочь, но тело не повиновалось. Руки мёртвым грузом лежали на столе. Я просто смотрел. Свет погас. Во мраке сердце ударило три раза. Ебой! Лампочка вспыхнула ярко. Три маски уставились на меня дырами и отверстиями. Батя-волк. Маленький зайка. А это лиса? Или это кто это? Ну да, лиса. Заяц, волк и лиса? Женщина-лиса там, где секунду назад сидела мама. Клёво. Мужчина-волк во главе стола. И девочка-зайчик моя Оля. Я не мог даже спросить, зачем они нацепили эти странные страшные морды. И почему шерсть на них шевелится, словно что-то движется внутри масок, вспучивая папье-маше. Язык отказывался реагировать на команды мозга. Стремно. Да. Лис взгляд мы перемещался к помазкам, по длинным кривым теням за спинами силы. Кушать подано! Мать, я не голоден! Она сорвала крышку с кастрюли. Ну там какие-нибудь конечности, да? Это я? В кровавой подливе лежала отрезанная голова. Моя! А остекленевшие глаза буравили меня. Распахнутый рот вопил беззвучно. Что происходит? Моя собственная голова на дне кастрюли. Кровь заструилась из отсеченной головы по перепугу. Да хватит! По перекошенному лицу одновременно горячие струйки потекли из моих ноздрей, марая клеенку багровым. Ешь! Нет! А, ну вот я на снегу, да? Это галлюцинация. Они ушли, еще и маску на меня нацепили. Резко выпрямился. Челюсть обдалу огнем. Висок заднил. Да, саднил. Это момент, когда меня это, избили. Кухня, твари в масках и мертвая голова все исчезло. Все, кроме преследовавшей меня проклятой маски, которую кто-то из хулиганов нацепил на меня ради смеха. Я в ахуе. Я оторвал уже примершую к моему лицу заячью морду и понял, что очнулся в лицу возле поваленного снеговика. Ну, это было очевидно, ладно. Жестко. Весь в снегу и хвойных иголках, без очков и с разбитой физиономией. Ну, ладно. Это были галлюцинации. Омр. Кошмар. Пульсирующая боль была подарком по сравнению с привидевшимся ужасом. Я поднялся на ноги. Отплевываясь. Лес городил меня. Огородил меня. Как прутья и решетки. Я не знал, как долго пробыл в отключке. Ноги и руки задубели. Штаны промокли насквозь. Я стоял один, почти в полной темноте. В кольце взмывающих ввысь стволов. И все вокруг шевелилось и дрожало. Уши закладывало от шороха и шелеста. Кроны таяли в космической темноте. Кусты Послушай, полчаса описывать природу при таком ну это же странно. Кусты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лапа выпрост выпрост выпростается из мрака и схватит мое одервеневшее лицо. Где-то вдалеке послышался крик. Хер его знает отвечать или нет. Что-то мне как-то фонарики меня искали как того пропавшего мальчика. Глаза защипало выступившими слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Да, меня ищут. Я здесь! Крик засвучал громче и мгновение я даже поверил, что меня спасут. Я здесь! Нет. не спасут. Тут же свет ударил мне в лицо. Я заслонился пятерней. Очень крипово, кстати. Это батя? Луч фонаря скользнул вниз. Антон! А вот ты где! Это батя, батя. Бать. Ты совсем сдурел? Это вообще как понимать? Папа шагнул ко мне из мрака. Я ринулся навстречу, надеясь, что он не растает, оказавшись очередным миражом, проделками свихнувшегося разума. Он был настоящим, теплым и живым. Язык проглотил? Бать, ты тупой? Там бегает кто-то, ты слышал? Бать, у тебя есть револьвер? Я встретил твою одноклассницу на дороге. Она сказала... Какой однокласс... В дебрях засрустили ветки. С недоимым ужасом я прильнул к отцу, а он встрепенулся, изучая чешёбу, и сказал совсем другим, напряжённым тоном... Так, пойдём отсюда скорее. Да, можно уйти? Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Я потянулся к отцу, всё ещё леденее от ужаса. Схватился за его крепкую ладонь, почувствовал подушечками быстрый пульс. Да, он тоже переживает. Поднялся и, пошатываясь, побрёл с папой по едва различимым следам. Назад, к человеческому жилью, к свету, к дороге, где отец припарковал свою тачку. Ясно? Ладно. Ни единого намёка, где я тебя нашёл. Договорились. Да, папа. А почему? Нельзя? Он держал меня за руку, словно что-то очень ценное, и всё рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Я кивал и послушно перебирал ножками. Только в машине отец заметил ссадины. Тебя били? Немного. Я ощупал скулу. Подрался. Подрался. Нет, говори как есть. Из-за чего? Да хер его пойми, там какая-то женщина, короче, что-то всё закрутило, завертелось. Я влюбился не в ту, отец. Я влюбился не в ту. Я сделал опрометчивое решение. Я хотел взять лису, под хвост ей дать, но получилось так, как получилось, понимаешь? Я польстился на широкие плечи. Из-за девушки. Отец кивнул вдумчиво. Сейчас скажу, что типа я тоже за твою маманю впрягся и вот мы вместе. Загудел двигатель. В выражениях папиного лица я угадал боязнь, но это был нелипкий, парализовавший меня в кошмаре страх. Его страх был благородным и чистым бриллиантом. Он откил бардачок, достал салфетки и револьвер, да? Мама бы сейчас меня не одобрила, но вот что, сынок. О, пистолет! У него пистолет! У него пистолет! Я вижу, у него есть пистолет! Батя! Мужчина! Граться за девушку это правильно. Да, согласен. И в то же время нет. Да блин, все войны из-за женщин. Ну вот в старом вот этом все вот эти вот, вся история, да, там Троя, например, та же самая, да? Что случилось с Троей? Девушка. Все из-за девушки, из-за того, что влюбился не в ту, а она не в того, так скажем, да, в кавычках не в ту, не в того. Раньше же было немножко по-другому все. Еще? В итоге? Резня? Да, нужно решать конфликт словами, но иногда, иногда слова не помогают. Не помогают, согласен. Не помогают. Не знаю. Размахивать кулачищами в наше время, так точно, достаточно опрометчивое решение, потому что сейчас за это могут покарать. И не просто ответными ударами, а куда серьезнее, да? И папа улыбнулся мне подпадривающе. За секунду того, как он захлопнул бардачок, я увидел торчащую из-под тряпки рукоять. Да, я вижу этот ПМ, я вижу твой напомаженный ПМ, дружище. Он лазил с собой оружие, мой интеллигентный папа держал под рукой пистолет, как герой боевиков. И как обычный бандит, шепнул голосок. Необычный, просто бандос. За окнами мельчишили сосны, фары бодались темнотой. Машина везла домой, папа изучал меня настороженно в зеркальное зеркало заднего вида. Я думал о пистолете, о снах, о людях в масках зверей, притворившись моими родителями. Да вернем меня на место. Если жена увидит меня вот в этом, мне задобровать. А белые снежинки все парили в темноте. Мой дом. А вот и мы. Да? Привет. Не запомнились. Ты чё гавкаешь, мать? Представляешь, где мы были с батей? Смотри на моё лицо. Мама спустилась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. На её лице застыла грозная эмоция на стыке гнева и презрения. Внезапно её взор упал на меня и опасно долго задержался. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Угу. Как и ты своё дружелюбие, мать! Да в школе поди забыл, простофиля. Да, мать, спасибо, что прикрываешь меня. Повисла ядовитая пауза. Вить в тебя. Ты... А дядь сердце сменил... Смерил маму взглядом, а затем заговорчески... Заговорет... Заговорчески подмигнул мне, напоминая наши уговоры. Ну ничего, есть же запасные. Мы проживём как-нибудь. Угу. Спасибо, бать. Родители ещё некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча побрёл по своим делам подальше друг от друга. Да. Я ещё не успел раздеться, как по мне ко мне бросилась Оля. Привет! А я лису увидела! Да? А я её не выбрал, простите, пожалуйста. Ну типа, прости меня, Оля. Меня словно дробью пальнули, а не меф я лишь зашевелил губами. Её что? Со звоном разбилась вдребезги чашка. Моя? Пакетик чайный, смотри. Принцесса Нурича шо? Это мама выпустила её из рук. Её лицело было бледным, она растеряна, уставилась на осколки. Это короткая, вдоль секунды пауза длилась вечность. Потом мама с досадой сказала. То сова, то лиса. То сова, то лиса. Дети сходят с ума. Когда же тебе надоест? Мать. Не знаю, неправильно это всё, неправильно. Родители. Правда, правда. Я верю. Такая пушистая. Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. Вполне возможно. Я тоже видал. Мы все даже базарили одно время, но швыранул я её. Да, швыранул. А зрители скажут, идиот, идиот. Выбрал не ту, да? Хотите сказать. Это был выбор осознанного человека. Я выбрал настоящее. Я считаю, что выбор между Полиной и лисой был некой метафорой. Мол, ты выберешь нечто настоящее, то, что действительно можно потрогать, и то, что существует, ну, понятное, да, человек. Или ты выберешь какую-нибудь призрачное, да, вот это вот, недосягаемое, как Алиса, допустим. Ну, то есть, я выбрал нечто банальное. Человека. Может быть, я ошибся. А тут мама вышла, и лиса убежала. Угу. Не было там никакой лисы. Не выдумывай. Не подходи к ней. Ого. Это я матери сказал? Если бы понадобилось, я был готов трясти сестру, как тряпичную куклу. Ты чего, Тоша? А, он сестре говорит, не подходи к ней. Не подходи, слышишь? Ван, ван. Мама вышла в коридор, удивленно посмотрела на меня. Я стушевался. Стушевался-то, типа, немножечко осерился. О, лиса ведь укусить может. Да-да. Мне вспомнились детские сказки, в которых лисы вырывали детей. Но они же хитрожопые. Представила лису, вольную, хищную, бегущую быстро-быстро по ночному лесу, сдергающуюся мешком в обнимку. Это же была не настоящая лиса. Расскажи ему, Оль. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. Да знаю я. Знакомая. Она была взаправду. Угу, верю. Видишь. Мама устала, устала, улыбнулась, словно это все объясняла. Я тоже выдавил из себя улыбку. Жалкую, как тонкий кусочек мыла перед тем, как оно окончательно растает в руках. А у меня бабушка это мыло забирала, короче, она потому что занималась кройкой и шитьем, и, короче, вот эти вот куски мыла, маленькие-маленькие, уже почти истанчившиеся, ей нужны были для мерок. Она, она ими мерки черкала. Но оставшись наедине с сестрой, я шепнул. Еще раз увидишь ее. Беги. Беги. Клево. Это было прикольно. Вспоминая о семье, в омерзительных масках атаковали, бомбардировали меня, будто подлые удары одноклассников. Воспоминания о семье атаковали меня. Передо мной стояли поросшие шерстью лица моих близких, оскалившихся клыкастые палец, пасти полной густой слюны. Что со мной происходит? Таблетки, друг мой. Что за фокусы выкидывает мой разум? Ведь эта маска зайца настоящая. Вот она, не пойми откуда взявшаяся в моем портфеле, словно и не выкидывала ее в том чужо-жутком лесу. А, так мы ее еще и с собой взяли. Кончены. Я зажмурился и бросил в рот витамины. Вы, запил их. Витамины! Хватит сходить с ума, пожалуйста. Я кое-как уселся за математику, но задачи не желали решаться. Цифры в тетради то кувыркались, то перемешивались, то кружились танцы, то прыгали за поле. От всей этой чехарды голова стала тяжелой и так и норовила упасть в числовую вязь. Числовую. К векам словно подвесили маленькие гири, те, что кладут на весы в продуктовном магазине. Внимание, пропал ребенок. Ну да, Вову там еще. Стоило мне сдаться и захлопнуть тетрадь, как воспоминания о прожитом не суматошно заскакали перед глазами. Вот снова я посреди душных школьных коридоров. Здорово. Отсюда виден кабинет литературы, лица мертвых классиков на портретах. Классиков? А, классики, мертвые классики, я понял. Строгая и царственная поза классно руководительности Лиди Пауны. А затем углом ждет, не дождется ее ненаглядная дочка Катя. Ябеда и сплетница. Блондинка, да, которая... Эй, новенький? Новенький? Да, чепуха. Чего тебе, Кать? Она закачалась на носочках, спрятав за спиной руки и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели? Да я... пару людей там хлопнул в прошлом классе. А? Может быть, я сказал бы правду Полине. Но Каська продаст мою правду на рынке за три копейки. То же самое, что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией Волана, чтобы все читали. Я вновь обратился к заученному ответу. Это все из-за моих родителей. У папы тут новая работа, а мама... Мама, мама. Но Катя даже не думала меня слушать. Метнулась к новостренным ушам подружек, зашептала, касаясь... Косясь на меня и хихикаю. Я запомнил тебя. Да-да, конечно-конечно. Он нас тут совсем за дурачков держит. Я вот слыхала, что это все из-за его отца. Он недавно кому-то крутому дорогу перешел, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. А что тебя так смешит, я не понимаю? Мой батя крутой чел. Неправда! Ты все врешь! Правда, Антон? Да, так и есть. Мой батя перешел к крутому дорогу, потому что у него есть яйца. Теперь нужно немножко на тишину упасть, понятно? Потому что на блатной педали в городе опасно сидеть. Селюки, что вы понимаете? А слышали? Слышали, как ему бабурин всыпал? Какой бабурин? Какой бабурин? Ты бы видела, и тебя там не было. А этот лишь ручки опустил, да глазенки потупил. Ебать! Прекрати! Ты знаешь, он не один был! И будто этого мало. Какие они стрёмные. Ходят слухи, что этот чудик повсюду таскает с собой зайчью маску. Ой, девочки, ну кто же в своем уме будет такое делать? Ну, не знаю, 30-летний мужик сейчас сидит на самом деле в костюмчике зайца и ничего. Ясно, понятно. Со странностями наш Антошка. И Гришаня тоже. Может, слабоумный, а может, и маньяк. Второе. Что это за... если в его портфеле хорошо покопаться, там и топор отыскать можно. А может, что и похуже. Да-да-да. Да-да-да. Замолчи, заткнись! Да представим на нее реагировать, ты представим на нее. Ха-ха, вон как раскричался-то, будто ужаленный. А зрачки-то, зрачки какие, широкие. Опять, чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнет. Не зря же его мать с таблетками пичкает. Откуда ты знаешь? Я замер в смятении, безуспешно пытаясь понять, откуда она знает про лекарства. И что пугало сильнее? Вдруг в ее болтовне кроется ужасающая правда. Да-да. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. А про нее ты откуда знаешь? Она же даже в школу не ходит. Представляете, как из сумасшедшей дурочки каждую ночь прилетает сова ростом в человека? Да-да. Только что-то ее никто из здоровых людей не видел. А этот наивный простук ей верит. Нет. Ну вы представляете? И тут среди ухмыляющейся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Как же так, Антон? Как же так, Полина? Тварь. Сука, женщина. Неужели действительно тебе не здоровится? Да, после того, как меня втроем отхлечили в лесу, мне не здоровится. Полина, послушай меня. Да перестань, ты перед кем ты... Как же, как же? Не слушай этого болтуна, Полиночка. Свистит он, что в Москве бывал, как пить дать. Это ничтожество даже постоять за себя не может. Вот сука. А в случае из-за тебя не заступится. Бросит, думая, как бы только самому по шее не схлопотать. Слабак. Шлю... Полина согнулась, будто ее пули впнули в живот, а потом залилась слезами и громко истерично плача рухнула на грязный пол. Что за Санта-Барбара? Им 12 лет. Идите нахрен. Это какая-то чухня абсолютно. Типа, ну что это? Нет! Нет! Вы гоните? Санта-Барбара, ну это что, какая серия? 96? Ахахахахаха! Почему? За что? Я не люблю тебя. Мне нравится. Подожди, что? Мне еще, знаешь, что говорили? На задний фон смотри всегда. Осматривай игру, типа. Ничего не понимаю, я бросился к Полине, но Катя глубоко оттолкнула меня. Глубоко оттолкнула, грубо. Убери от нее свои лапы, чудовище! Чудовище. Под пеленой страх и зрела ярость. Медленно всплывала из клубящегося морога. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползет к деснам, оголяя зубы. То, что твой отец бьет мать, еще не дает тебе право поднимать руку на девушку! Кулаки станет кувалдами. Не разжать. Никто не смеет говорить такое про мою семью. Я опомнился, когда уже кинулся на злобную Катьку. Не надо было этого делать, сынок, но ты уже походу на ней. Ага! Слетел таки! Слетел! Спасите! Помогите! Петров с катушек слетел! Меня не отпускают. Эта серия какая-то вообще просто жуткая. Ты посмотри на эту жесть. Тут же толпа школьников вокруг нее зашумела, разразилась свистом и гневным рыком. И стала расти. Субтильные фигуры учеников увеличивали, ширили, стянулись вверх все выше и выше под самый потолок. Прорвращались в огромный черный лес, кишащий оскал... Блять, жест! Оскаленными мордами я сжался до пушистого комочка, такой же, как мой хвостик, затрясся перед могуществом изрытых язв стволов ни то людей, ни то деревьев. Ты показал свое животное нутро. Трус! Катина лицо била обизображена ликованиям и восторгом. Почему? Нет! За что? Заливаясь слезами несчастных полицая съембанных! Отстаньте! Он! Животное! Чужак! Из леса донеслось пугающее хлопание крыльев. Два огромных белых уха спустились откуда-то сверху и с головой зарылся в ней. Я с головой зарылся в ней. Антон! Антон! Пожалуйста! Вставай! Оля! Я подскочил, чуть не упав с кровати. Оказалось, я несколько часов метался по мокрой от пота постели. Олин крик вырвал, вызвалил и щупалец кошмара. Опять это был кошмар. Я все еще... Вставай! Да чего? Вставай! 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 Я не сразу разглядел ее силуэт у окна. Голос Оли был глухим. После драки у меня звенело в голове. Звук искажался, будто уши закупорили ватой. Схлипивая, расстроенной, как никогда прежде, сестренка повторяла и вторила. Сова! Сова! Заяц! Пожалуйста! Да пойдем, пойдем, пойдем посмотрим. Я боюсь! Ее слезы кипятком ошпаривали мое сердце. Но, признаться, я почти благодарил Саву за визит. Да, за то, что меня проснулся. За то, что напуганная Оля разбудила меня. Да, иду, пошли. Сейчас я штаны поменяю, подожди. Хочешь, я тебе Мурзилку почитаю? Мурзилку. Это журнал, да? А ну, словарик. Мурзилка. Это советский и российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал, издаваемый с 24-го года. Маскотом журнал выступает неведомый желтый зверек в красном билете и с шарфом. В журнале начинали свои творческие пути такие писатели, как Самуил, Маршак и Агния Барто. Подожди. Я опустил босые пятки на холодный пол. Пошарил в поиске очков. Вспомнил Семена его подлый поступок и горестно вздохнул. Я так понимаю, что это... Ну, то есть, история с Семеном правда. Меня нашли, привели домой, я уснул, и у меня был снова кошмар, что я уже у школы. Антон! Дайду, бля. Пожалуйста! Пожалуйста! А почему Оля не прорисованная? Меня снова пытаются напугать. Крипота жест... Она не отводила голос от окна, словно боясь проиграть мне в гляделке. Я нащупал переключатель. Лампа плеснула ослепляющим светом. Встал с кроватушки. Зрение обманывала, то приближая ко мне окно, то отдаляя. Сестра была размытым пятном впереди. Я сделал осторожный шаг. Без очков, да? Оль! А вы же сказали, что у меня есть другие. Что там? Что-то случилось? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Пистан. Нет! Не надо! Там же сова! Давай побазарим с ней. Голос доносился из-за моей спины. В смысле, так там в дверях Оля стоит. А это справа, кто тогда? Вот там стоит Оля в дверях. Я обернулся и оцепенел от ужаса. В дверном проеме стояла зареванная Оля. С кем? С кем ты разговариваешь, да? С кем ты разговаривал, братик? Обхватив плечи, она таращилась на меня красным от слез глазами. Спрашивала, будто боялась услышать ответ. За гном угрожающий скрипнул карниз, словно на нем сидел кто-то тяжелый. А то, что выдавало себя за Олю, начало расползаться, менять свои очертания, увеличиваться в свете ненасытной луны до пугающих раз... Дайте выбор, дайте выбор, дайте выбор! Голос больше не принадлежал сестре. Кому, кто прятался за шторой, надоело притворяться, вводить меня за нос. Я больно ущипнул себя в надежде, что силуэт у окна лишь продолжение ночного кошмара, галлюцинация проклятого дома. Что происходит? Ага, господи, я думаю, все встало. Все ж нормально? Да, мы продолжаем. Галлюцинация проклятого дома, ведь они не кусаются. Фигура выселась передо мной в дымке. Я услышал громкий вскрик Оли, когда по стеклу постучали. Тук-тук. Кстати, мне рекомендовали пройти тук-тук. Она пришла за нами! Стук повторился. Я отшатнулся вглубь комнаты, словно на свете существовали тайные углы, где я мог бы схорониться от этой жути. Стучали чем-то острым, железным. Замерцала лампа. Светильник ярко озарила комната и погасла, как свеча на яростном ветру. Нить накаливания лопнула со звоном. Что за жесть? Мрак слона только-только-только и ждал. Хлынул из-за углов и сомкнулся. От всей вселенной осталось лишь окно. Снаружи светила луна и красила все в цвет костей, извлеченных из стекла. Склепа! В черноте Оля завизжала, ткнулась в мою спину, ища защиты. И тут на нас уставился горящий, прожорливым огнем глаз. Да блять, жить. Нет. Оно не пыталось разбить окно. Оно играло. Стучало, стучало, сводя нас с ума. Будто гигантские часы мерили отведенное нам время, и маятник раскачивался над бездной. Уходи! Убирайся! Пошла прочь! Оля истошно кричала клещами, вцепившись мне в руку. Я с трудом различал два огромных крыла, раскрывшихся над черным пятном. Скажи мне, Антон! Скажи, что я больше не буду себя плохо вести. Никогда! Только пусть она уйдет! Пожалуйста! Лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, и светящийся глаз скрылся. Я проглотил застрявший в голе ком, будто репейник сглотнул. Шагнул к шторам, завороженный призывом безобразного гостя. Не буду, не буду! Не буду! Не буду! Блеклое окно наползало на меня. Занавески шуршали. Я потянулся, чтобы отодвинуть штору, чтобы посмотреть в глаза страху. И в этот момент из родительской спальни донесся шум. Недолго думая, я рывком отдернул штору. Никого. Только за стеклом на карнице среди птичьих перьев что-то поблескивало. Мои очки. Те, что сорвал с меня Семен. Откуда они здесь? Неужели это подарок колокочущей ночи? Неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор на ту зловещую поляну, на зубчатый горбовой лес. Ни души, ни намека на поздних визитов. Визитеров. Старый стол по одиноким часовым дремал посреди снежной пустыни. Расшокшиеся ставни кряхтели. Я отодрал утеплитель и полоски приклеенных газет. Да, ну это очевидно была история. Да, это теплоизоляция окон. Щели окон затыкали лоскутками ткани и ваты, а поверх заклеивали малярным скотчем или смоченной мыльной водой полосками нарезанных газет. Да, было такое. Блин, потом это отзирать вообще капец. Ну это зимовали так. С приходом пластиковых окон эта технология умерла. С трудом открыл окно. Мороз в... А почему нельзя было выйти типа туда? Зачем он открывал окно? Мороз впился мелкими иголочками в козу. Зашевелились от сквозняка рисунки на стенах. Я дотронулся до очков, уверенный, что они растают на пальцах. Они были настоящими. Мозг искал всему объяснение. Семен и его банда разыграли меня, вот и все. Вдруг света под фонарем блест... Вокруг... Вкруг света под фонарем блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то ходил у дома, взбирался по трубе и подоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было. Я осторожненько забрал очки. Никто не схватил мне кисть. Не выдернув полное тревожное движение суммы. Вы почему не спите? Мать! Мы играем. От неожиданности я покачнулся и чуть не вывалился из окна. Совсем сдурели? Жарко, что ли? Да, они вообще душновато. Не болели давно? Там сова была! То же ее прогнал! А ну-ка марш спать к себе в комнату! А с тобой? Че, ты со мной побазарись хочешь? Мама выдержала паузу, прожигая меня взглядом. Подбирала наказание соразмерной проступку. Но махнув рукой, взяла за плечо Олю и ушла, бросив напоследок углюмая... Завтра поговорим. Ясно. Ладно, давай. Я несколькими ударами вогнал раму обратно в паз, повернул в пингалеты, натруднив пальцы. Холод ушел из комнаты, но не страх. Привет. Выдрузив на носочки, я изучал свое отражение в оконном стекле. Не лицо, а какая-то посмертная маска. Как у мальчика с доски объявлений. А ведь этой ночью я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте, есть такое. О, мы в школу собрались. Добрый вечер. В просвете между детскими затылками прямо на меня смотрело черно-белое лицо. Так это не он. Это Бабулин, что ли? Внимание, пропал ребенок. Бабулин Семен, 13 лет. 16 января утром ушел в школу и на настоящее время его местонахождение неизвестно. 155-160 сантиметров, серые глазки, волосы, каштановые, тучноватое телосложение. Был одет темно-коричневая дубленочка, бежевый шарф, черная норковая шапка, сапоги Аляска. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию, это был не Вова. Его фото висело рядом. Я узнал щекастую, физиономию, нездоровую кожу. Семен, Сему забрали? Второе объявление. Фотографию Бабулина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат. Ебать! Дети пропадают. Начали пропадать дети. Все, все кончено. Жестко. Эпизод 3. Дыбом волчья шерсть. Господа, я думаю, что пора заканчивать. Большая серия, но это компенсация за вчерашнее отсутствие ролика и моего вам респекта. Господа, если вы думаете, что у этого великолепного костюма нету клевенького, такого прикольненького, прикольненького зайчего хвостика пушистенького, вы очень сильно ошибаетесь. Все здесь есть. Короче, спасибо за поздравления. Вчера очень было приятно слышать от многих в личку, под постом, все, везде, везде вы мне. Я, мне приятно, ребята, мне приятно, что мы все становимся участниками некой истории. Которую пишем и творим вместе. Я рад, что очень много людей, что называется, объединяются в группы, общаются между собой, со мной и сами как-то флексят. Я не знаю, как будто бы мы сплоченные, что ли, ой, простите, сплоченное какое-то семейство, да. Спасибо, что были со мной. Это Заяц. Серия большая. Я думаю, что завтра без выходного, то есть я думаю, что я успею третий-то эпизод. Дыбом волчьи шерсть. Клево. Бабулин пропал, дети начинают пропадать. 15 секунд, чтобы была часовая серия, обнял, приподнял, хрустнул, на место поставил, очки снял, чтобы посмотреть на вас своими глазами. Костюм сниму, писать в нем в следующей серии не буду. Идите в баню. Хорошего вам дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok